Костный мозг отвечает в организме за образование новых клеток крови, поэтому трансплантацию костного мозга используют для лечения различных заболеваний, в том числе и онкологических, лейкоза, анемии и иммунодефицита. Донором может стать любой совершеннолетний человек без серьёзных заболеваний. Процедура сдачи костного мозга абсолютно безопасна и не требует много времени. Какие люди могут быть донорами? Это люди с 18 лет и до 45 лет, не имеющие хронических заболеваний, у которых серьёзных болезней не было. Донорство костного мозга необходимо для больных людей, которые лечатся в онкологии или же больные люди болезнями крови. В остальные дни можно подходить в станцию проливания крови и в регистратуре так и сказать о том, что я ещё хочу быть донором костного мозга. Вероятность того, что донорский материал подойдёт больному очень мала. Чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти чью-то жизнь. Найти донора по костному мозгу очень тяжело. Это один случай на 10 тысяч доноров. Есть вероятность найти своего донора. Даже не имеет значения группы крови, резус-фактор, не имеет значения. Имеет большое значение именно гистосовместимость. На данном этапе, который мы сейчас здесь производим, доноры просто приходят, сдают эту кровь. И мы дальше отправляем в город Киров. И там они уже более детально исследуют. Если случилось совпадение и нашёлся для больного донор, то ему приходят сообщения и с ним связываются по данным из анкеты. В костном мозге нуждаются многие пациенты, страдающие заболеваниями крови. Впервые в ТВ, получается, приглашаем всех жителей, неравнодушных жителей Республики ТВ тоже прийти, сдать, стать донором костного мозга. Принимают участие сегодня волонтёры общественной организации ДОП и другие общественные организации, а также неравнодушные граждане Республики ТВ, получается. И хотел бы ответить, что среди сдачи костного мозга доноров есть участник действующей специальной военной операции. Гуенчергал Домба – донор с многолетним стажем. Кровь сдаёт уже в течение 9 лет. Когда его спрашивают, сколько раз он сдал кровь, отвечает, что уже сбился со счёту. Я донор с 18 лет, тут уже в течение 9 лет стою, спрашиваю на кровь. Хочется как-то помогать людям, как-то безвозмездно. И поэтому стать донором костного мозга – это тоже очень благое дело, я считаю, поэтому я сейчас здесь. К тому же, вместо костного мозга, что здесь можно сдать и просто кровь, и плазму крови тоже. Сам я шахтёр, по сути, на шахте работаю. В течение своего отпуска решил тоже как-то сдать свою кровь. К акту добровольного милосердия и шагу к спасению жизни присоединились и врачи. Я раньше уже был донором. Сегодня решил помочь своим соотечественникам, землякам и решил сдать немного своей крови, побыть донором ещё раз. Процедура, на первый взгляд, кажется страшной, а так, там даже ничего такого болезни нет. Призываю вас стать донором и спасти чью-либо жизнь. Планируется, что сегодня в течение дня костный мозг сдадут около 50 человек. Активным донорам вручают и подарки. Не забывайте, что спасти жизнь и стать донором можете и вы. Айра Асад, Владимир Суртык, Айдана Сенденма, телеканал ТУВА-24.